Дым видно за версту. Пожар серьезный. Участок вспыхнул за считанные секунды. Деревянный сарай и туалет сгорели моментально. Пламя перекинулось на соседний огород. До приезда пожарных с огнем боролись соседи. Вы сами тушили, да? Сами тушили. Мы не дали вот эту бутку давать. Вот две бутки, чтобы не горели. Да. Воду таскали, да? Да. Ведером не таскали. По счастливой случайности никто не пострадал. Сгоревшие участки заброшены, заросли травой. А еще там много мусора и сухостоя. Неудивительно, что огонь распространился так быстро. Если бы не старания соседей, последствия могли быть намного серьезней. Ну, мы сначала такой слабенький дымок был. Думали, может, кто-то этот самый как-то решил там сжечь что-то еще. С соседями говорим, ну, в такой ветер, Разюш, можно этот самый сжигать. Ведь все предупреждает, все. А потом черный повалил. Я тут же пошла, смотрю, а тут уже вот угол этого сарайчика, уже этот самый как ее загорелся. Заброшенных участков здесь очень много, буквально через каждый огород. Наталья Горшина рассказала нам, их скупает председатель садового товарищества. Чтобы потом продать втридорога. За ними, естественно, никто не ухаживает. Отсюда опасность. Любой брошенный окурок может привести к пожару. Или четвертый, или пятый год. Короче, вот такой. Мы ходим, вот эту траву зеленую. Как говорится, своих дел полно пенсионеров. А мы там ходим и за эту траву, кто серпом, кто чем скашиваем. Неизвестно, еще он даже налоги платит или нет, за эти участки. Но факт тот, что вот так живем, вот как говорится, на пороховой бочке. Сейчас предстоит выяснить причину возгорания. Если был поджог, то найти виновных. Эльвира Софиулина, Евгений Лызаев. Новости НТР.